Всем привет! Все, кто будет смотреть это видео. Продолжаем изучать с вами законы самопознания и не просто констатируя эти законы как факт. Пытаемся разобраться в этих законах. Как они работают. И да помогут нам Гоги понять принципы работы. Для начала хотел бы процитировать Филиппа Паневица и прочитать текст, который пришел на вдохновение. Закон самопознания. Закон самопознания, который гласит, что самым важным знанием является знание о себе, это утверждение покоится на простой логической основе. Постоянный обзор и реорганизация содержимого вашего разума и тела ведет к более эффективному выживанию. Образно говоря, лишь когда механизм вычищен и смазан, вы полностью настроены на процесс жизни. ночевая фраза этого закона познай себя. В любом законе всегда есть цель, иначе закон становится недействованным. В магии особенный результат является тем двигателем, которому создается устремление. Закон самопознания это один из немногих проявлений пути, которые мало кто задается вопросом, а зачем? Мы узнали себя и что дальше? Но это не тот ответ, который нас может удовлетворить. Самопознание преследует результат полной потери своей человеческой формы и переход на уровни сознания, который мы называем божественным. и форма здесь не подразумевает тело или тела, а это вся суть воли человека, собранная воедино в сознании. Это не фактор времени или события, ибо это только отражение, а полная совокупность познания себя, как я есть, я существую, я живу. Закон самопознания является производным законом от закона знания, то есть закон, который дает нам власть, закон знания, ибо знание дает власть над событием, над действием, над своей собственной магией, то закон самопознания, он определяет эту чувствительность, эту вибрационность, повышенную, повышенное состояние сознания, при котором мы отслеживаем себя на каждом этапе, на каждом шагу. Это и есть потеря человеческой формы. Я не просто поставил изображение, которое вы видите на экране, как три этапа потери, ну, как бы три этапа. Я хотел бы в рамках рассуждений закона самопознания их вывести, эти три этапа. Сначала есть тело, потом это тело растворяется в энергии, потом становится частью энергии, частью всего сущего, частью я есть, частью я существую, частью я живу. Потому что мы в человеческой форме только частично касаемся того опыта я живу. Но я существую, а тем более я есть, это есть три формы, о которой я хотел поговорить. Если выделить, то мы можем сказать, что эта часть нас, нашего существа есть я есть, эта часть я есть, я существую, эта часть я живу. Пока мы чувствуем какие-то определенные аспекты нашего сознания, боль, страх, эмоции, медитация, то, что я называю размышления, принятие себя, ассоциация и определенный опыт, мы живем. Когда же мы переходим на уровень я существую, то есть восприятие себя как всего сущего, то мы тогда определяем боль как симптомы, мы выводим их как симптомы, страх мы учимся предчувствовать, эмоции мы отслеживаем как реакцию, а в концентрированном размышлении, то бишь медитации мы делаем анализ, принятие мы делаем перепросмотр, что мы приняли, что мы не приняли, ассоциация создает воображение, а опыт дает понимание как отслеживать, то есть опыт становится частью нашего знания. И когда мы переходим на уровень я есть, то то, что раньше было симптомами и болью, становится знанием, страхи, предчувствия становятся предвидением, эмоции и реакции учат нас быть в равновесии, медитация, анализ создает предпосылки к урокам, принятие перепросмотра создает причинность, ассоциация воображения создает видение, а опыт и отслеживание создает уникальный образ осознавания себя я есть. На каждом уровне энергетики мы узнаем свою боль. Для чего мы должны узнавать эту боль? Для того, чтобы определять, что у нас не в порядке по энергетике. Потому что вы все знаете, что боль определяет определенный уровень энергоцентров, чакрах. Там, где у нас болит, нужно искать причину в тонких делах, проблематику. Страх, который сводит низ живота, показывает нам, какие у нас страхи, чего мы боимся. в основном мы боимся неизведанного. А эмоции, которые у нас возникают, это не что иное, как то, на что мы, то, что мы воспринимаем, то, что делает нас живыми. Наши эмоции создают то, что мы называем быть живым. медитация это концентрированное размышление над тем, что возникает в нашей жизни. Это определенные события, действия, поступки нашей или других людей. и вот после этих размышлений мы можем принять то, что произошло или принять то, что неизбежно может произойти или принять самого себя или принять суть вещей и природу вещей, какова она есть. Это вызывает определенные ассоциации. мы привыкли ассоциировать себя с кем-то или события с определенными действиями. Это и есть опыт самопознания. Опыт, который получает дух. И вот когда мы начинаем ощущать себя на уровне существует, что я существую, мы начинаем чувствовать не боль, а искать симптомы те симптомы, которые есть у нас в жизни. Почему это происходит? Почему что-то вызывает у нас боль? Это не всегда может быть физическая боль, это может быть боль намного сильнее, боль за другого человека, боль за ошибки. И мы ищем симптомы. Почему болит? таким образом мы познаем, что боль это не что иное, как сигналы, которые нам дают знания о себе. Страх учит нас предчувствовать, потому что ощущение страха пренеприятнейшее. И для того, чтобы избегать страхов или ситуаций, которые могут вызывать этот страх, мы учимся быть чувствительными. Мы предчувствуем какие-то события, чтобы избежать страха, избежать неизведанного. Это нас учит быть чувственными и предчувствовать события. Эмоции, которые вызывают у нас реакцию, со временем ослабевают, как у ребенка, который уже наигрался играми. Неважно, какие это игры. Взрослые, невзрослые, опасные, не опасные, но мы начинаем изучать реакции, а не сами эмоции. То есть мы уже не реагируем, а познаем реакции. На что мы реагируем, на что мы ведемся, что нам интересно. Никто не говорит, что мы теряем эмоции. Нет, мы эмоции не теряем. Мы не берем их под контроль. В общем-то их и не нужно брать под контроль. Мы не можем контролировать эмоции. Это очень тяжело. Научиться познавать себя, на что мы реагируем, что является раздражителем, что является тем, на что мы реагируем, вот это уже путь познания себя. Мы учимся уже не просто медитировать, концентрированно размышлять над определенными вещами или феноменами. Мы уже анализируем, а как они произошли, почему они произошли, как это может помочь, как это может работать. Мы задаем очень много вопросов, это и есть анализ. При этом вопросы мы задаем в первую очередь себе, потому что именно познание себя начинает с вопросов к себе. Но самое главное это честные ответы тоже себе. И когда мы научились принимать, мы можем научиться перепросматривать принятое. Это та постоянная ревизия, которую мы осуществляем своим перепросмотром, потому что приняв однажды законы, приняв какие-то правила, приняв какие-то приглашения, научившись принимать жизнь такой, как она есть, только тогда мы можем перепросматривать те вещи, с которыми мы не согласны. Этот перепросмотр является постоянным. Нету такого, что мы однажды приняли что-то, это на всю жизнь. К сожалению, большинство людей именно так и есть. Приняли и на всю жизнь. магическое сознание желающее познавать себя и учиться управлять этим познанием в первую очередь перепросматривает все эти законы постоянно, каждый день на основе того, чему научился. И вот когда мы научимся ассоциировать, у нас появляется уникальная способность видеть через воображение. Мы начинаем видеть картинки, сначала мы ставим это своим воображением, потом эти картинки появляются сами собой как бы ниоткуда, но предшествовало это тому, что мы сначала ставили определенные ассоциации, мы ассоциировали сначала себя с белым, черным, с плохим, хорошим. вот эта ассоциация дуальности в магическом сознании познание себя, она перерастает в простое наблюдение, вот почему включается воображение, энергетика насыщает пространство более сильными и мощными эманациями. И вот после этого мы отслеживаем, мы учимся отслеживать тот опыт, который мы получаем, потому что есть опыт, который нам не является полезным. Вот нам нужно испытать, нам нужно это испытать только потому, что мы не пытаемся перепросмотреть, не пытаемся наблюдать, не пытаемся анализировать, не пытаемся отслеживать реакции, мы не учимся предчувствовать и понимать симптомы. Вот именно только поэтому мы берем опыт любой. Если мы учимся всем этим процессом восприятия «я существую, я суть всего», то мы начинаем отслеживать уже тот опыт, который действительно нам интересен, тот опыт, который интересен нашему духу. и вот потери человеческой формы приводит нас постепенная потеря, приводит тому, что то, что мы называли болью, симптомами становится знанием, мы знаем, это знание приходит, к чему мы не прикоснемся, что бы мы не делали, мы знаем, как это делать, из воплощения в воплощение, это знание присутствует в нас, это знание, которое мы называем я помню, это и есть путь мага, который вспоминает себя, познает себя, и предчувствие перерастает в предвидение, для этого не нужно каких-то пинков в виде стрясок, страхов и тому подобное, а мы предвидим ситуацию наперед, потому что помогает нам знание, мы уже не стремимся отслеживать реакции, потому что наигрались в реагирование, в эмоциональный всплеск, мы стремимся наблюдать за этими эмоциями в равновесии, мы не реагируем, мы не ведемся, потому что равные весы, нас уже не дергает дуальность, анализ перерастает в уроки, и эти уроки, которые мы получаем, они наполняют нас и предвидением, и равновесием, и знанием, и уроки здесь не то, что мы называем какие-то жизненные уроки, или еще что-то, а уроки, которые мы уже сами создаем, мы уже сами создаем программы, по которым мы хотим познавать, здесь может быть было бы уместно написать уроки, вместо слова уроки на уровне ментала, написать познание, но все есть познание себя, но именно уроки, уроки не в том плане, что жизнь нам предоставляет уроки, а уроки, которые мы сами себе создаем, сами себе планируем, мы сами себе пишем программу своей жизни, определяем свой вирт, из перепросмотра мы находим причинность, и эта причинность нам помогает не причинять себе то, чего мы не хотим, а чинить то, что нам нужно. Если есть программа, которая расписана в неких уроках, которые мы хотим постичь, то тогда и причинность у нас является не случайной. Тогда наша жизнь не случается, она и не может случаться, потому что это состояние я есть. Это я есть открывает нам видение от слова видеть и уже не нужно нам ассоциации, нам не нужно определенное наблюдение за картинками нашего воображения, а мы просто видим. Притом это видение открывает нам взгляд вне времени. Вне времени. Мы можем видеть прошлое, настоящее, будущее. для нас нету понятия прошлого, будущего или настоящего. Мы просто видим. Видим здесь и сейчас конструкция я есть. Это и есть слияние с духом, это и есть полное восприятие себя и осознавание себя, как я есть, я существую, я живу. Потому что жизнь в человеческом теле это только малая часть понятия живой. Всего лишь маленькая понятия. Да помогут вам боги познать себя через магию и потерять человеческую форму для достижения того, для чего мы пришли на тузе. Спасибо.